Новость о том, что у президента США обнаружен коронавирус, ввергла мировые рынки в панику. На токийской фондовой бирже торги завершились в минусе. На большинстве европейских торговых площадок котировки весь день находились в свободном падении. Но к концу пятницы смогли таки выровняться. Если президент США тяжело заболеет, то это окажет влияние на мировые рынки в долгосрочной перспективе. Исполнительная власть должна работать, чтобы вы лично не думали о Дональде Трампе. Вряд ли Америка останется без управления. Ведь есть вице-президент и до выборов уверен, все будет идти обычным порядком. Франкфурт в эту пятницу потерял 0,33%. Лондон выиграл 0,39%. Париж закончит торги на отметке 0,02%. Нью-йоркская фондовая биржа открылась в минусе. В течение дня Dow Jones и Nasdaq пытались отыграть свои позиции, но в момент закрытия упали на 1,5% и 2% с небольшим процентом соответственно. Стоимость декабрьского фьючерса нефтемарки Brent на лондонской бирже упала почти на 5%, легкой техасской – на 4,3%.